Добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ Бизнес Класс, меня зовут Олег Дмитриев, ну что ж, Новый Год, мы начинаем традиционно, мы будем говорить с вами именно в это время, о том, о чем говорить интересно, о бизнесе, о людях в бизнесе, об успехах в этом самом бизнесе, по крайней мере, всегда хочется верить, что этот бизнес успешен. А тема сегодняшней программы «Бизнес в облаках», если позволите, такая романтичная тема, и мы говорим о современных решениях и сервисах для бизнеса. В гостях сегодня Виталий Слизень, член Совета директоров компании «Иновентика». Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер, уважаемые слушатели, наш эфир, как всегда, интерактивен, вы можете присоединиться к нему, задавать свои вопросы, озвучивать собственные мнения, для этого существует телефон в студии 6510-996, код Москвы 495, либо сайт финам.фм, звоните, пишите, спрашивайте. Ну и давайте начнем нашу беседу. Прежде всего, естественно, наверняка для многих слушателей будет интересно, о чем, собственно, речь. Причем речь не потому, что тема завуалирована, да, неко так, размыта, может быть, бизнес в облаках. Нет, мы говорим сегодня о вполне осязаемых для многих уже технологиях в современном IT-бизнесе, правильно я понимаю? Да, да. И эти технологии называются как технологии облачные, и здесь уже ничего мы не изменили, не приврали, не приукрасили. Виталий, поэтому, если возможно, давайте с этого начнем. Объясните, пожалуйста, что это такое облачные технологии? Вопрос непростой при всей его простоте внешней. Если говорить простым, наверное, языком, все-таки попытаться, то облачные — это те услуги, где, первое, нельзя детерминировать точку их оказания. Проще все, наверное, пояснять на примерах. Если услуга не облачная, то вы под столом у себя увидите компьютер, какой-то ящик. Или вы знаете точно, что есть на втором этаже вашего офиса серверное, где, значит, находится ваш компьютер, только удаленный на длинном-длинном проводе от вас. Так вот, если мы не знаем, где установлен тот сервер, та компьютерная мощность, которая обеспечивает обсчет вашей задачи, то это первый признак облачности. Она, как, помните, как в матрице, везде и нигде. Это первый признак облачности. С точки зрения потребительских свойств, первое характеристическое свойство облачности — это то, что при выходе из строя конкретного сервера оказание сервиса не прекращается. Я, наверное, открою секрет Полишинели, то, что и в Фейсбуке, и в Гугле, и даже в Яндексе, не к ночи будь помянут, каждый день выходит из строя N или даже больше M серверов. Но это не значит, что зависает сервис Гугля, Фейсбука или Яндекса. То есть услуга, она недетерминированна конкретно, не лежит на каком-то отдельно взятом сервисе. То есть и Гугл, и Яндекс, они уже в облаках. Абсолютно. Сама модель предоставления услуг этими сервисами, она облачная. То есть, еще раз возвращаясь, первое характеристическое качество — это отсутствие детерминированности по какому-то географическому признаку. Место оказания услуги. А второе — это по количеству задействованных процессоров, если так скажем, то есть вычислительных мощностей. И услуга на самом деле облачна тогда, когда вычислительные мощности или компьютерная память добавляется по мере необходимости. И в общем случае она может растягиваться до бесконечности. Как вычислительная мощность, так и ресурсы памяти компьютеров. Таким образом, это как туман, который обволакивает вас до тех пор, пока не затмевает вообще линию горизонта. Ну то есть, в данном случае удачная некая метафора была, да? Это изобрел ее, по-моему, не вспомните. Ну вы знаете, нет, я не вспомню, кто это сделал, но это калька с английского слова cloud. Cloud computing. Это прямой перевод, облачные вычисления. То есть, ничего здесь наши, как там, товарищи грязными руками не поучаствовали. Никакого ежика в тумане. Кстати, вы, рассказывая сейчас, да-да, о том, что представляете собой облачные технологии, упомянули некую матрицу. Вот в связи с этим, облако это хорошо или плохо? Вы знаете, до сих пор остаются нерешенными два глобальных вопроса отказа от собственной вычислительной архитектуры и переход на облачные технологии. Наверное, есть еще, но я бы выделил два самых главных, против которых не спорит никто. Первый, он достаточно прост для понимания, это безопасность. Он достаточно прост. Потому что, когда мы отдаем данные в облако, мы не знаем, кто там в этом облаке еще есть и куда попадут данные. Хотя, конечно, существует на сегодня достаточно много разработанных технологий, методов защиты, как данных, так и коммуникаций между пользователями этими данными. Но сказать о том, что они стопроцентно что-то гарантируют, наверное, никто не скажет. Это тема снаряд и броня. Новые снаряды, новая броня, новая броня, новые снаряды. Что-то сильнее, что-то слабее. Но, тем не менее, эта проблема очевидна достаточно для всех. Более того, во главе угла ее ставят как раз апологеты традиционных выделенных ресурсов, а не облачных технологий. Говорят, вы же не знаете, кому вы даете данные. Ну, оставим это на совести как пользователей, так и поставщиков информационно-безопасных облачных услуг. Вторая проблема облаков намного, так сказать, намного менее понятна. И сводится к такой штуке, как, а что будет с вашим файлом через 50 лет или через 100 или через 150 лет. И вопрос до сих пор не решен. Потому что, помните, в советское время был такой, например, текстовый редактор «Лексикон». Ну, или кто-то из слушателей наших точно это помнит. Хороший редактор. Файлы, сделанные в этом редакторе, можно до сих пор найти на магнитной ленте или на магнитном диске. Вопрос, как их открыть? Это все равно, что взять, отсканировать сейчас свидетельство о регистрации вашей квартиры. И он будет в файле, там, JPEG расширения или каком-то еще понятным сегодняшним программам. Там, PowerPoint, или не будем рекламировать Microsoft, кому-то еще. Но что будет через 50 лет? Файл-то будет, но как его прочитать? Так вот, почему? Потому что само облако, оно хранит абстрактные единицы хранения, файлы. С какими-то расширениями. И пока востребован набор программ, которые работают с этими расширениями, они поддерживаются в облаке, потому что провайдеру интересно это делать. Проходит 200 лет. Все в основном перешли на новый Microsoft версии 453. Улучшенная и дополненная, например. И не факт, что JPEG-овские файлы откроются. Поэтому вторая большая такая эпохальная проблема облачных технологий – это наследованных сервисов, или legacy, если по-английски это говорить, решений нет вообще. То есть никто не знает, как обеспечить преемственность технологий, которые были там раньше. Но стоит предположить, что об этом не знает никто сейчас. Будет идти время, и если потребуются вот эти вот преемственные технологии, они будут изобретаться? Вы знаете, мне кажется, это проблема вообще унаследованной информации для всего человечества. То есть кто сказал, что сейчас в остатках Александрийской библиотеки нет папируса, на котором действительно написано там что-то, не знаю про кого. Да, но кто может это прочитать сейчас? Это нужен специалист. Как этого специалиста мы с вами можем добыть? Достаточно сложно. Даже сама процедура поиска и заказа этого специалиста, который именно нам прочитает манускрипт, написанный клинописью или египетскими иероглифами, правильно? Ведь это вопрос, он есть и в обычных коммуникациях человеческих. Но просто в облаках он острее встает, потому что мы переводим туда информацию прямо сейчас. А темпы изменения среды айтишной, они гораздо быстрее, чем изменения языковой среды у человечества. Соответственно, мы рискуем не через 2,5 тысячи лет столкнуться с проблемой невозможности прочесть папирус, а через 70 лет как раз там ваши наследники скажут, а что нам папа-то оставил, мы прочитать не можем. Явно что-то есть, но что? Да, ведь наверняка папа оставил то. Наверняка что-то ценное оставил, а они говорят, давайте будем делить, а понять, что делить, не открыть. Поэтому я бы вот свое экспертное мнение сказал, что проблем основных две. Это информационная безопасность и защита данных в облаке, а вторая это унаследованных структур хранения, я бы так сказал. Ну, я с вами соглашусь, действительно, вторая проблема, она такая глобальная, да? Она, может быть, на отрезке 2, 3, 5 лет не работает и не актуальна, Но если мы с вами будем следовать, может быть, слушатели знают, может, не знают, но несколько лет назад в Европе, в Евросоюзе была принята директива, то есть обязательный закон для исполнения в области IT звучит устрашающе, о дематериализации данных. В соответствии с этой директивой в течение 10 лет, по-моему, все физические носители, такие как бумага, там, не знаю, картон или что-то, где писали ручкой или печатали на принтере, должны быть уничтожены. И все переведено в электронный, очевидно, в облачный вид, в облачное хранилище. Вроде красиво, а что через 50 лет, через 100? А что в этом случае вот те структуры, да, которые подобные правила, да, что правила поведения излагают, что ими движет? Зачем нужно удалять все с материальных носителей? Ну, это-то как раз понятно, что это известная история, что человечество сейчас производит информации в день больше, чем за, там, 20-30 тысяч лет до начала 21 века. И физически разместить архивы такой емкости невозможно. Поэтому почему их надо, устрашающе слово, дематериализировать, дело благое. Но даже в Европе вопрос не решен. Не захламлять планету. Пока что делают? Пока просто делают сканы, плюс электронное описание этих документов. Но ответа на, там, 500 лет пока нет. Ну, ладно, поживем и видим, как говорят, в таких случаях. Дай бог нам, через 500 лет. В любом случае, сейчас мы слушаем новости на финансе. Итак, продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. Сегодня в бизнес-классе мы обсуждаем тему бизнеса в облаках. Говорим о неких современных решениях и сервисах для бизнеса. В гостях у меня Виталий Слизин, член Совета директоров компании «Иновентика». Еще раз добрый день. Еще раз добрый день. А уважаемые слушатели, напомню и вам. 65 10 99 6, код Москвы 495. Это телефон прямого эфира. И сайт компании финам.фм. Задавайте вопросы. Тема, очевидно, интересная. Тем более, что мы сейчас коснулись неких глобальных проблем, да, глобальных информационных проблем. Очевидно, действительно, что сейчас не то, что сформулировать методы их решения, а даже саму проблему-то, да, до конца не сформулируешь. Поэтому, если не выражаете, Виталий, давайте мы от второй проблемы вновь вернемся к первой. Все-таки она более осязаемая и, наверное, более актуальна, да. Всегда проблема безопасности любого бизнеса, а тем более бизнеса в сфере информационных технологий, она актуальна. Как все-таки в облаках, как защитить информацию в облаках? Вы знаете, наверное, возьму на себя смелость сказать, что информацию в облаках, конечно, защитить сложнее, чем на вашем настольном компьютере. Безусловно. Связано это с тем, что система становится распределенная, и модель угрозы, это термин, который применяется в системах информационной безопасности или защиты данных, становится сложнее. Соответственно, если модель угрозы сложнее, противодействовать этой угрозе тоже сложно. Если говорить на бытовом уровне, приведу один из ярких примеров, с которым мы зачастую сталкиваемся. Если у вас компьютер, на нем файл, самое страшное, что может быть, это у вас на компьютере вирус. Он этот файл либо съел, либо вы не имеете к нему доступа, потому что вместо, значит, варда у вас заставка перечислит 100 рублей, и тогда у тебя разблокируется экран. И здесь понятно, вот он объект, вот явно видно, что что-то не то, похоже на вирус. То есть, когда мы говорим о моделях вот этих, да? Да. Здесь модель угроз попроще, потому что меньше участников в процессе, которых надо защитить. Я имею в виду физических участников. Конкретный компьютер, вот конкретный ваш стол, клавиатура, какие-то устройства водовывода, файл конкретный, да. Поставили антивирус, обеспечили, чтобы к этому компьютеру никто не прикасался. Более того, взяли и вырвали из стены, из компьютера кабель интернетовский, и отсекли таким образом все внешние угрозы. Окей, на какое-то время вы с файлом поработаете, потом, если вам это нужно, включите интернет, поработаете с сетью. Если же мы говорим про облачный файл, который где-то в облаке находится, то, во-первых, ты не можешь ограничить то пространство, которое тебе нужно защитить, на самом деле. Ты можешь защищать все облако. То есть физически непонятно, где этот файл. Это намного сложнее ограничить зону охраны, и ярким очень проявлением этого являются так называемые сетевые атаки. Те самые ДОС-ДИДОС-атаки, которые уже все обывательское сообщество наше столкнулось, потому что если не работает какой-нибудь сайт, срочно идет там сообщение, что, вы знаете, там сайт Дождя, по-моему, недавно был, подвергся ДИДОС-атаке, или там РИА Новости подверглась ДИДОС-атаке, или там, не дай бог, Финам подвергся ДИДОС-атаке. На самом деле это те риски, которые связаны именно с облачными технологиями. Что такое ДИДОС-атака? Это самое простое объяснение, перевод на русский язык, это атака типа отказ в обслуживании, когда достаточно большое количество зловредных компьютеров пытается спросить у вашего хорошего, доброкачественного компьютера, как тебя зовут? И он настолько устает отвечать, что говорит, да, условно говоря, не буду я больше вообще работать. И выходит в режим зависания. Соответственно, не успевает обслуживать нормальные запросы пользователей, которые спрашивают финансовую информацию или хотят нашу с вами фотографию увидеть в студии. Происходит вот такая вот интересная штука. А как от этого защититься? Это невозможно, потому что если мы ограничиваем взаимодействие нашей подсистемы, где у нас хранится наш с вами файл, от остального мира, то тем самым мы не даем, собственно, нам выполнять целевую функцию. Как мы до этого файла достучимся? Да, ведь мы же не знаем, какой вопрос нам идет, да, чередой? Абсолютно точно. Как тебя зовут или по существу? Абсолютно правильно, да. Соответственно, когда мы говорим об угрозах информационной безопасности, то как защищать данные, вопрос проработан достаточно давно и решен неплохо, а вот сетевые угрозы, они все еще остаются серьезным таким риском для облачных технологий. Почему? Потому что файл ваш будет в безопасности вполне, но только вы до него никого не достучитесь. А это, в общем-то, опять-таки, целевая функция достигнута. Бизнес выведен из строя. Понятно. Хорошо. Тогда, если вы не возражаете, собственно, мы две, я бы сказал так, да, как вы назвали, две глобальные проблемы озвучили и даже попытались в одной из них, в обеих разобраться. Теперь давайте поговорим все-таки о том, для чего, да, какие преимущества у меня, как у бизнесмена, причем я так понимаю, ведь размер, уровень бизнеса здесь не важен. И мелкий, и средний, и крупный бизнес, да, вполне может этими технологиями пользоваться. Конечно, более того, и пользуется. И что и делает он активно, да. Так вот, в чем преимущество именно облачных технологий, да, перед обычными? Я попробую не в порядке важности, а в порядке поступления информации. Это нормально. Из мозга. Значит, первое... Из облака. Из облака, согласен, согласен. Потому что мозг, кстати, тоже облачные технологии. Нельзя сказать точно, какой нейрончик отвечает за всю задачу. Так вот... В чем преимущество? Первое — это расширяемость, так называемая бесшовная расширяемость бизнеса. Что это значит? Это значит, что если вы накопили базу фотографий на 30 терабайт, а у вас жесткий диск закончился в компьютере, вам надо куда-то пойти, купить какую-то дополнительную хранилку, воткнуть ее в какой-то USB-порт и получить дополнительный себе объем хранения. В облаках не так. Чем больше вам нужно, тем больше вам предоставляется из облака ресурсов хранения. И, по сути, это неограниченные... Бесшовные, неограниченные процессы. Вопрос там, есть деньги, доплачивай, будут ресурсы. То же самое относительно мощности, вычислительной мощности. Нужно вам, чтобы на вас работали 60 процессоров с тактовой частотой 1,7 или 3 ГГц. Отлично, на вас будут работать 60 процессоров. Если задача потребует 200 процессоров, окей, вам при определенной готовности облаков будет выделено эти 200 процессоров и так дальше. Самое главное, что если вам перестанет быть необходимость такая, пользоваться этими 200 процессорами, а вам нужен всего один, окей, система отмасштабируется в обратную сторону и скажет, что теперь вот этот ваш процессор на вас работает, поэтому с вас не столько-то денег, а в 300 раз меньше. Это первое. То есть бесшовное расширение. То есть система становится дышащей с точки зрения технических ресурсов. Она может как расширяться, так точно же масштабироваться в обратную сторону. Виталий, извините, тем не менее вы упомянули, что при возможности облака. То есть у облака тоже есть возможность. Абсолютно точно. И мы говорим о том, что тот или иной провайдер облачных технологий должен обладать соответствующим уровнем как компетенции, так и программно-аппаратных средств для того, чтобы предоставлять тот или иной уровень облачного сервиса. Кто-то способен предоставить там виртуальную машину, дышащую по своим параметрам в пределах от и до, там трамвайная остановка, как мы говорим, да, на жаргоне. А кто-то способен, как мировые лидеры, предоставить фактически безгранично расширяющиеся ресурсы. Это зависит от программно-аппаратных средств, которыми обладает тот или иной облачный провайдер. Значит, это первое преимущество — масштабируемость. Она причем бесшовная. Второе — это решение вопросов совместимости информационных систем. Мы с вами знаем, что придя домой, мы последовательно в течение года, двух или трех на своем рабочем компьютере или на домашнем компьютере пытаемся устанавливать разные софты до тех пор, пока не возникает между ними какая-то проблема. Что какой-то софт не грузится, говорит, а вы знаете, у меня вот этот регистр уже занят другим софтом. Вам нужно и дальше абракадабра. Соответственно, с точки зрения облачных услуг этот вопрос решен раз и навсегда, потому что за совместимость информационных систем в облаке отвечаете не вы, как пользователь, а те самые системные администраторы, которые администрируют облако в целом. То есть у меня как пользователь просто проблемы такой быть не может? Абсолютно, у вас zero. Проблемы нет. Самое страшное для меня, например, для домашнего пользователя по прошлой жизни, конечно, дооблачной жизни моей, это были обновления, потому что постоянно системы просят обновления. А дальше возникает так называемое несоответствие обновлений, когда в одном программном пакете обновления уже есть, а в корреспондирующем программном пакете обновлений еще нет. И говорит, а вы, пожалуйста, там Flash Player обновите до такой версии, чтобы она соответствовала версии и какая-нибудь абракадабра. Отлично, значит, ты идешь и ищешь эту версию, а там режим обновления не раз в неделю у тебя поставлен, а раз в месяц. И, в общем, синхронизация этих обновлений одна из больших проблем. И чем больше софтов в информационной системе, тем сложнее синхронизировать все эти процессы обновлений и взаимной правильной работы. Вот, это вторая вещь. Третья вещь — это защита от технических сбоев. Потому что, как мы с вами говорили, сервер может сгореть. И один, и второй, и третий. Но Яндекс будет работать всегда. Соответственно, мы понимаем, что если у вас дома домашний компьютер, реально на него можно вылить чашку кофе, и он выйдет из строя, причем, может быть, даже совсем, то если вы имеете дома только клавиатуру и экран, а это все, что необходимо для работы с облаками, это одно из преимуществ, я о нем скажу чуть позже, то даже если вы залили кофем клавиатуру, и она у вас сгорела прямо на вашем рабочем столе, вы выбросили ее в помойное ведро, взяли любую клавиатуру из соседнего магазина, воткнули ее в это же сет-топ-бокс или в оконечное устройство сети, и получили доступ к своим же ресурсам сетевым, облачным, как это было и ранее. То есть, в данном случае я угробил только клавиатуру. Только клавиатуру. И дальше по нарастающей может случиться несчастный случай с квартирой. Не дай бог, все застраховано, я надеюсь. Конечно. Но, тем не менее, что-то случится, вам не надо сломя голову в пламя бросаться, вытаскивать жесткий диск, на котором у вас, не знаю, пароль от банковского счета. Все уже сохранено в облаке. Вы можете забыть про этот компьютер или монитор, или даже клавиатуру, и вы вернетесь к своей информации с любого другого устройства, с другой квартиры, с любого узла, где вам разрешат работать. Это третье такое очень большое преимущество. Четвертое преимущество — это обратная сторона той проблемы, о которой мы говорили. Что если заботиться о защите, вам в обычном случае надо самому, как, впрочем, и о наследованных файлах, о наследованной информации. Вам надо самому учить древнеиндийский или древнекитайский, чтобы прочитать завещанный вам пра-пра-пра-пра бабушка, и, например, манускрипт. То здесь, так или иначе, мы же с вами все равно понимаем, что решат вопросы наследования данных. Как-то уж там помогут нам в облаке, сделают какой-нибудь транскодер, когда из старого формата нужно будет нажать кнопочку, значит, все перекодируется в какой-то новый формат. У меня здесь сразу опасность по поводу защиты информации возникает. Опять мысль об защите информации. Ну, вы знаете, если мы говорим именно о несанкционированном доступе к информации, то, наверное, это самая простая вещь, которая решается достаточно легко. При этом мы понимаем, что с большим братом мы никогда не совладаем. То есть если мы говорим о защите от большого брата, никаких шансов нет. Тогда самая правильная защита – это нигде не писать, никому не говорить, знать только самому и не проболтаться во сне. Если же мы говорим по защите от фрода, так называемого, то есть от злоумышленников, то вопрос решен достаточно легко и зависит просто от количества средств, которые вы хотите потратить для гарантированности уровня. Большой брат – нет, фрод – да. А если мы говорим о фроде, то есть несколько уровней защиты? Абсолютно правильно. Есть на уровне программном, есть на уровне программно-аппаратном, есть на уровне аппаратном, когда на выделенной вам там только вам единицы хранения выжигается какая-то там дорожка или ножка не туда припаивается, и соответственно, значит, уже данные нельзя повредить, нельзя поменять, нельзя перезаписать, но это уже, соответственно, другие деньги и другой уровень выделенного сервиса. Тем не менее, это несколько обнадеживает. Давайте мы сейчас послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим наш разговор. Итак, мы продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. Добрый вечер еще раз. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Тема у нас сегодня романтическая. Бизнес в облаках. Мы говорим о том, как, собственно, этот бизнес выглядит и как его строить. Мы говорим о современных решениях и сервисах для бизнеса. А в студии Виталий Слизин, член Совета директоров компании Инновентика. Во всякий случай, еще раз, телефон в студии 6510-99,6 и, соответственно, адрес сайта финам.ФМ. Ну что ж, мы продолжаем разговор о преимуществах. Все-таки, очевидно, больше этих самых преимуществ. Поэтому и востребованный достаточно сервис. Вот мне бы хотелось сейчас как раз об этом поговорить, Виталий. Насколько он востребован в принципе, хотя я так понимаю, что это вещь достаточно популярная в бизнес-среде. И если можно выстроить сравнительные какие-то характеристики, вот для кого эта история наиболее, что ли, интересна. Я имею в виду, для какого уровня бизнеса. Для частного предпринимателя, мелкого, среднего или для крупной какой-то транснациональной корпорации. Ну, давайте я попробую опять-таки со своей колокольни, то есть со своим пониманием этого и базируясь на той фактуре, которая мне доступна за последние, наверное, 3-4 года. Когда это облачное направление из каких-то околооблачных слухов перешло к продукту, который можно купить на полке. Как ни странно, все началось с самого крупного бизнеса. И, наверное, в череде первых это был такой крупный игрок в России, как Центробанк, который перевел ряд своих сервисов на облачные технологии. Другое дело, что он применил технологию не публичного облака, то есть не облака, которое доступно для любого пользователя в интернете, в глобальной паутине. Ну, по понятным причинам все-таки, да? Да, по понятным причинам. В том числе, я думаю, что, конечно, по вопросам безопасности самое главное. Прежде всего. Кстати, извините, я перебью сейчас. Вот вопрос еще такой у меня был, я планировал чуть позже задать. Именно вот эта защита информации, да, именно поэтому кто больше, да, какая отрасль бизнеса больше пользуется. Все-таки, если мы говорим о банковском бизнесе, да, то там защита информации номер один на первом месте состоит, и именно поэтому это может быть не очень популярно. Опять-таки, банки сейчас, и конкуренция между банками дошла до такой стадии, что мы не можем говорить о банке в целом. Мы должны уже говорить по информационным системам и процессам внутри банка. И, конечно, если мы будем говорить о тех компонентах и тех бизнес-процессах, которые работают, например, с персональными данными, со счетами, с транзакциями, конечно, здесь до облачного бизнеса, как до луны, не дай бог, наверное, с моей точки зрения. Ну, по крайней мере, опять это... А если мы говорим про подсистему обслуживания клиентов, первую линию, я хочу сказать, что есть уже достаточно много банков, которые перешли на облачные технологии, здесь и хорошо работают, экономят затраты. Так вот, еще раз, если говорить про крупный бизнес... Виталий, еще раз, я прошу прощения, у нас есть звонок, давайте послушаем. Эдуард, добрый вечер, вы в эфире говорите. Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Добрый вечер. Я, к сожалению, не успел немного позвонить, когда вы проблемы озвучивали. Я вообще айтишник, и для меня вот как бы интересна такая проблема, как вот сейчас борется с проблемой обеспечения канала. Потому что, чтобы получить доступ к облачной технологии, вам, естественно, нужен канал. Да, если вы там все локально на компьютере что-то делаете, у вас там упало дерево, не знаю, на провод или что-нибудь такого, вы всегда там можете, как бы, да, внутри корпорации, да, локальную сеть, как бы, обеспечивать. А если у вас там отключили электричество или прочие вещи, там может как-то завести генератор. А, соответственно, как вот, ну, канал, если упал, да, облачного, ваше охранилище, как это делать, чтобы вступать? А вам нужен срочный документ, допустим, печаток, который лежит в области. Эдуард, да, мы как раз этот вопрос обсуждали, но еще раз повторимся, может быть, более расширенно попробую ответить на вопрос. Вы, как айтишник, знаете, что ответа на него нет, стопроцентного тоже. Да, это как к вопросу, что надо есть, чтобы жить всегда, да? Ну, можно есть что-то и жить подольше, а можно есть что-то и умереть рано. Поэтому другого сценария, кроме как дублирования, резервирования канала, наверное, нет. Переход, как вы знаете, есть система триада. Земля, релейка, космос. Можно еще добавить сотовую какую-то компоненту, тогда будет четыре независимых канала. Это как, знаете, система безопасности, ведь задача ее, система безопасности, не обеспечить стопроцентную недоступность файла, а сделать затраты на доступ к этому файлу, у злоумышленника, большими, чем стоимость самой информации. Соответственно, после этого становится бессмысленным фрод, нерентабельным. То же самое и здесь. Если мы говорим о том, что наземный канал по нормативам Минсвязи должен работать с доступностью 0,99, да, то есть это 1% в пересчете на месяц, это сколько-то там часов, наверное, да, то два канала по теории вероятности по 0,99 дают 0,995. А это уже несколько минут в течение полугода. Соответственно, если вам нужно обеспечить гарантированную доступность к обработке файла, возьмите три канала. Более того, вот современные технологии, а именно LTE, если ругаться по-английски, то это Long Term Evolution, стандарт, те, которые в Москве на сегодняшний день запущены компанией Scartel, и как виртуальный оператор Megafon, например, да, работает по этим технологиям, то эти технологии развивают скорости больше, чем зачастую наземный интернет в некоторых городах и весях Российской Федерации. Соответственно, имея плюсом то, что вам не надо платить за LTE постоянно, вы можете платить по мере потребления, то, имея два-три резервных канала, например, по технологии LTE, вы можете обеспечить надежность доступа к данным больше, чем надежность кабеля между этажами в вашей компании. Ну, а если все-таки, вот я продолжаю вопрос Эдуарда, если представить, что у него по какой-то причине нет возможности, да, обеспечить несколько этих самых каналов, то насколько серьезной возникает проблема, когда рухнул один единственный? Ну, тогда просто у вас нету бизнеса, это правда. То есть, не восстановить... Дело в том, что в этой ситуации компании, особенно крупные, такие как ЦБ или крупные банки, применяют подход, называемый гибридные облака. Это когда компоненты критических сервисов находятся у вас в частном облаке, то есть этажом ниже в вашем офисе, а сервисы, которые являются некритическими или могут быть переведены в оффлайн, то есть задача решена через 5 минут или через 10 минут, они немедленны. Они выносятся в публичное облако. Тогда вы, так знаете, решаете балансную задачу, когда не очень дорого и не очень надежно. Вот, как вы знаете, они делают вид, что работают, а вы делаете вид, что платите. Ну, понятно. Дешево и сердито. Ну, примерно. Хорошо, спасибо за ответ. Давайте вернемся. Итак, мы говорили о том, насколько востребован подобные вещи, подобные технологии в среде мелкого, среднего, крупного бизнеса и, главное, вот по отраслям тоже очень интересно. Вы знаете, я, да, пробегусь по тем, кого помню, так или иначе непосредственно участие принимал. Это Центробанк. Это, например, из области системной интеграции один из крупнейших интеграторов АйТека компания. Это тот же самый Сбербанк. Это, если говорить про операторов связи, это Мегафон, небезызвестный. Если говорить про промышленность, одним из самых ярких является КАМАЗ. Это коллеги перешли на гибридное облако достаточно давно и вложили достаточно большие средства для того, чтобы в дальнейшем экономить. Вот это по секторам. Я постарался и промышленность, и финансовый сектор, и область услуг. Если же говорить про размеры теперь предприятий, то все мои примеры, приведенные, относятся к крупному и сверхкрупному бизнесу. Если говорить про средний бизнес, например, приходит на ум компания MyClinic. Это система сетевых клиник достаточно хорошего уровня обслуживания. Или очень известный логист доставка.ру. Соответственно, пользуется услугами облачными. Кстати, вот подобного рода бизнес, который связан с интернетом, прежде всего, наверное, тоже вполне логично. Абсолютно, потому что у них сам бизнес, как коллега нас спрашивал, он уже основан на best effort технологиях. То есть, если получится, сделаем. Поэтому и потребляет сервисы того же класса обслуживания. Условно говоря, и доставка, если получится, довезем, да, например, да, и здесь тоже, ну, а если вам повезет, вы даже на сайте это посмотрите. Вот, это по среднему бизнесу. Что касается малого бизнеса, то, вы знаете, это зачастую индивидуальный предприниматель. А у нас индивидуальный предприниматель, мне кажется, ну, если не каждый второй, то каждый пятый уже смартфон имеет. Соответственно, если имеет смартфон, уже пользуется сетевыми хранилищами, даже не зная о том, что они пользуются облачными услугами. Вот, но, тем не менее, если говорить о спросе, игроки этого рынка, те, которые готовы и хотят предоставлять облачные услуги, на сегодняшний день, наверное, ждут именно массового сегмента. Это малый бизнес. Это компании от пяти до пятидесяти сотрудников. Кстати, Виталий, это все-таки обязательно бизнес или человек для своих личных нужд? Тем более, правильно сказали, что сейчас, наверное, самый ленивый имеет смартфон, не совсем понимая, да, какие функции в нем. Я хочу сказать так, что, наверное, технологии облачные, я возьму на себя смелость, готовы к тому, чтобы быть востребованными у наших, как у домашних пользователей. Прямо вот сегодня. Есть одна проблема, это качество услуг связи. У нас до сих пор нет требований к качеству доступа к интернету. Если бы это было, то есть можно было то самое сервис Level Agreement, соглашение о уровне услуг, прорисовать для доступа в интернет к облачным технологиям, я думаю, что рывок был бы мощнейший от домашнего пользователя. От кого это зависит? Эти требования кто должен сформулировать? Я думаю, что должны сойтись готовность все-таки, потому что у нас не, знаете, там, не 17 век, нельзя через колено заставить, должны сойтись потребности оператора в связи с готовностью регулятора. Рецепт только один. Конкуренция через, с моей точки зрения, полгода-полтора года дожмет обе стороны, и операторы и регуляторы сядут, почерикуют на своем птичьем языке и требования разработают. Ну дай бог. Еще один вопрос, давайте послушаем. Кирилл, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Добрый вечер, я, собственно, тоже айтишник, у меня такой вопрос. Если доводить идею до логического завершения, как было предложено для персональных пользователей, насколько в вашем понимании перспективная идея такой личной виртуализации, когда человек со своим компьютером возится не сам, да, у него вот, у него в облаке здесь развернут его Windows, его Word, его там, хранилище файлов, а у него дома есть только терминал, чтобы ему самому там, если он эти знания не имеет, не возиться с настройками своего компьютера, а бы иметь гарантированно работающий компьютер вот такой вот для личного пользования. Кирилл, спасибо за вопрос. Это ровно то, к чему сейчас идут, я бы так сказал, мудрые участники рынка облачных технологий. И если у них это получится, они будут просто счастливы, и я думаю, что осчастливят и домашнего пользователя. Еще раз подчеркну, вот оба вопроса, которые в онлайне были заданы нам, они сводятся на самом деле к одному. А можно ли обеспечить должный уровень доступности этой облачной услуги с домашнего компьютера? Потому что вот помните предыдущий вопрос, а что делать, если в офисе надо обработать документы, а канал упал? Ответ-то есть, ну возьмите второй канал, но ключевое слово в офис. А что делать с домом, да? Это что значит, надо так же ответить, а возьмите себе еще три канала в квартиру? Наверное, это уже не очень интересно. Соответственно, с моей точки зрения, вот рынок домашних пользователей, потому что, извините, у нас детям уже сейчас задают столько дом, на дом работать с сетевыми ресурсами, с информационными ресурсами, что если, не дай бог, на три часа пропадет канал, то ребенку просто двойку поставят утром, а детские слезы потом бесценны будут для родителей. Поэтому, Кирилл, спасибо за вопрос. Ответ еще раз я хочу сказать такой, что год-полтора, наверное, пройдет уровень качества доступа в интернет. Не с точки зрения скоростей. Скорости у нас, слава богу, поднялись. А вот если мы с вами померяем такие уже технические характеристики, как процент потерянных пакетов, задержку, тоже неприличное слово, там, девиацию задержки между этими пакетами, когда мы с вами знаем, что один сайт может, один и тот же сайт, в зависимости от времени суток, может открываться пять минут, а может открываться там полсекунды. От чего это зависит? От того, что пакеты у нас через Австралию пошли интернетовские, да, от вашего дома до сайта. Вот если мы обеспечим, чтобы не было таких же проблем по доступу к вашим домашним информационным ресурсам с того самого терминала, который у вас дома сидит, все будет хорошо. Дай бог. Еще раз прерываемся, слушаем новости на Финам.ФМ и потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем наш эфир, обсуждаем сегодня облачные технологии, которые на первый взгляд выглядят не очень осязаемыми, но благодаря сегодняшнему эфиру стали все-таки материализоваться. Об этом сегодня нам рассказывает, еще есть у нас, слава богу, время, Виталий Слизин, член Совета директоров компании «Иновентика». И снова здравствуйте. И снова здравствуйте. Огромное спасибо, говорил Виталий за эфиром, и я присоединяюсь к нему нашим слушателям. Спасибо, да. Да, за профессиональные вопросы, согласитесь, ведь оба вопроса от айтишников, они-то знают, о чем речь. А что делать всем остальным, тем более, и вот я сейчас открою, так сказать, ну, не тайну, да, приоткрою, за кулисья. Мы за эфиром, Виталий рассказывал о том, что, во-первых, у него четверо детей, уже его респект и уважуха, что называется, во-вторых, они школьники, и, в-третьих, то, что они просто, да, при нынешнем развитии этого дела, им невозможно обойтись просто без устойчивых технологий. Это так, это так. То есть, опять мы, я веду к тому, что пройдет, наверное, небольшое количество времени, и мы не будем говорить о специализации узкой какой-то, да, что вот эта технология для бизнеса, для большого, малого или среднего, это технология для жизни. Помните, как в мультике, а речь о том, отдать или не отдать сыр, не идет. Уже не идет, совершенно верно. Уже не идет, конечно. Вот это хорошо или это плохо? Или это надо воспринимать по факту, потому что, да, мы живем в 21 веке. Вы знаете, я думаю, что вы, вот, третий вариант правильный. То есть, можно к этому относиться чуть лучше, чуть хуже. Можно стать адептом этого учения, я бы так сказал, облачного. Чуть раньше, чуть позже. Но, вы знаете, вышли Windows 8, уже практически полностью облачная операционная система. И вышел Microsoft Office 365, вышли облачные бухгалтерии, облачные склады, облачные службы работы с персоналом. Ну, это как погода, знаете, можно считать, что мы живем в вечно солнечной Москве, да, а можно выйти и посмотреть. Или наоборот. Или наоборот, да. То есть, опять по факту, да? Абсолютно. Как бы мы к этому не относились. Некая неизбежность. И, наверное, если кто-то готов получить больше преимущества, но сопряженные, наверное, с определенными неудобствами от начала, то уже можно. Если кто-то хочет дождаться, как бы, и впрыгнуть в середину поезда, ну, наверное, это тоже вариант. Наверное, хуже всем, как всегда, придется тем, кто попытается впрыгнуть в последний вагон, а их уже половина поезда понимать не будет. Кто будет, как в свое время, я помню, да? Помните, когда были дискетки, потом переходили в другой формат, и дискетки хранил до последнего, в результате уже их не открыть и... А надо было давно прийти, перевести их в другой формат и забыть про дискетки. То есть, вот эта проблема есть. То есть, не надо очень торопиться. То есть, вчера не надо было бежать. Я вот как профессионал, наверное, скажу, что кто бежал вчера, наверное, чуть-чуть поторопился. Но, как небезызвестный классик говорил, вчера рано, да, завтра поздно, сегодня. Сегодня, совершенно верно. Кстати, мы говорим о вот этой мобильности, что ли, да, об этой перспективе, и традиционно всегда сравниваем развитие той или иной технологии в России и за рубежом. Наверное, там тоже уже, ну, если не вчера, то чуть впереди. Разница, наверное, от трех до пяти лет по готовности рынка воспринимать эти технологии. Но, в общем, три-пять лет при текущем темпе это немного, да. То есть, можно, я думаю, так, что чуть-чуть сожмется еще это отставание. Ну, от двух до трех лет, наверное, мы отстаем пока, да. Но не по готовности предоставить технологию, я подчеркиваю, а по готовности бизнеса ее воспринять. Потому что технический или технологический проблем для российских операторов связи, IT-провайдеров, в общем, нет. Ну, за исключением тех, о которых мы говорили, да. Ну, они всемирные, они, в общем-то, решаемы. Если мы говорим именно о качестве связи на национальном сегменте, остается такая проблема, ну, я думаю, тоже она решится в ближайшее время. В таком случае потребители, да, они несколько тормозят, наверное, развитие, да. Ну, несколько тормозят, хотя, опять-таки, мы пришли к тому, что никуда без этого не летят. Вы знаете, я хочу сказать так, что два аспекта, они очень простые, а может быть, и не очень простые. Первый аспект — это феодализм. Все-таки, помните, такая известная тоже сентенция, что когда была великая смута 1600-х, начало годов, да, то в Амстердаме уже 200 лет торговали фьючерсами на луковице, да. Совершенно верно. Поэтому вот мы тут немножко ментально еще находимся ближе к феодализму. Вот именно об этом я хотел сказать. Чем товарищи за кордоном. Это правда. Есть кто-то, наверное, впереди идущий, но в целом я и себя к ним отношусь, к людям, которые так глубоко все-таки внутри кошки скребут. И хочется вот такого что-то маленького, но своего. Пускай он там у тебя свистит винчестерами, но под твоим столом, да. Или вот это, да, то, о чем мы говорили, вот это важная фотография, пусть она на флешке лежит. Да, да, пускай вот это самая важная фотография все-таки на флешке и в кармане, чем где-то в облаке, да. Вот. Это раз. Второе. Это конкуренция. Конкуренция за эффективность бизнеса. Вот сейчас скажу, может быть, там айтишники все звонили, больше звонить вам не будут никогда. Я хочу сказать, что одна из проблем, как ни странно, почему у нас облачные технологии приживаются дольше, это чудовищно большие зарплаты айтишников. Соответственно, это правда, да. У нас айтишники получают... Я предположу, что сейчас шквал замков. У нас айтишники получают безумные деньги. Даже по сравнению с западом. По сравнению с западом. Вот сейчас мы в рамках совета директоров, в рамках работы на моих других работах обсуждали, что, к сожалению, по конкурентоспособности айтишники ирландские, немецкие, французские сейчас гораздо более конкурентны по зарплатам, чем наши отечественные. Вот. Я не скажу даже московские. Московские вообще вне конкуренции. Да. А вот даже в Казани айтишники стоят таких денег, что, мама дорогая. Так вот, представляете, стоит такой айтишник. Получает... Я, может быть, не про тех, которые звонили нам, да? Которые получают безумную кучу денег, и ему говорят, дружище, а теперь тебя... Шевелись, шевелись. Нет, а теперь тебя заменят облачные технологии. Понимаете? И он понимает, что он, ну, как бы... А найдет ли он потом работу за те же деньги? Скорее всего, нет. Поэтому будем стоять до конца. Бородинское поле. И что он делает, кстати, в этом случае? До конца стоит. Серьезно? Объясняет, что, вот как вы говорите, данные утекут, а все нельзя, а что будет через 50 лет, а через 500... А где вы, это облако, да? А где это облако, а кто его потом искал, это облако? И, в общем, и большой брат там рядом, и так далее. Вот. Поэтому здесь проблема больших зарплат айтишников и конкуренции по секторам. То есть будет чуть-чуть больше конкуренция, люди начнут беречь каждый рублик, и тогда уже спросят, а почему айтишники в этой обувной компании, значит, их всего двое, а у меня в каждом магазине. А как это можно сделать? Нельзя же просто огульно всех уволить. Двое не справятся, если технологии будут устаревшими. Неизбежно придут облачные технологии, облачные решения. То есть опять мы говорим о том, что, да, здоровая конкуренция... Абсолютно правильно. Ментальность мы поменять не поменяем. Абсолютно точно. Много лет работаю вот рука-руку с антимонопольной службой, считаю, что конкуренция, если она не гипертрофирована и управляема именно законами рынка, она заставит перейти на облачные технологии. Причем так мягенько и нежненько, что никто даже и не поймет, что они уже там. Это хорошо. Ну и осталось не так много времени, к сожалению, Виталий, о перспективах, о неких перспективах. Все-таки это всегда интересно. Перспективы, вот было два звонка, они ровно про перспективы. Первая перспектива, это то, что крупный, малый и средний бизнес как таковой в течение ближайших полутора-двух лет наполовину как минимум перейдет в облака. Это будет связано с развитием именно технологий коммуникационных, я подчеркиваю. И второй, это будет определяться возрастающей конкуренцией, соответственно, заботой об эффективности больших бизнесов. Это раз. А второе, где-то через два-три года домашний клиент перейдет в облако. С моей точки зрения, почти весь. Потому что чем покупать компьютер, чем покупать диски, чем, значит, беречь эту информацию у себя дома, платить за электроэнергию, за, я не знаю, там, отдельный кабинет, отдельно в стол запирать его, чтобы, не дай бог, кто-то кофе не вылил. Частный пользователь будет тоже в облаке. Но, наверное, через год позже, чем средний и малый бизнес. Понятно. Кстати, вот мы говорили о конкуренции, в чем о конкуренции среди потребителей ваших услуг. А есть ли конкуренция среди вас, непосредственно, как оказывающиеся? Знаете, это тема отдельной, большой, наверное, программы, связанная с нашим глобальным российским присутствием в мировом информационном пространстве. То есть мы не можем выделить конкуренцию внутри российского, так сказать? Облачная, понимаете, облачная. Облакани через границу и с пограничниками не разговаривают. Это забавно тоже. Это забавно и это проблема, потому что кто оказывает облачные услуги? Одно дело, если мы говорим о том, что большой брат, но наш отечественный, помните как? Это сукин сын, но это наш же сукин сын. А здесь ситуация-то еще круче. Чей большой брат? Соответственно, вот это тот вопрос, на который должен и регулятор ответить, наверное, сначала, а потом уже операторы ему подчиниться. Вот это, наверное, тема абсолютно большая. Это большая, причем я сейчас... Она очень такая сочная тема, потому что бояться надо, но надо понимать, чего мы боимся. Ну вот в данном случае я опять, с точки зрения регулятора, ну просто на его стороне... Вот эта тематика для регулятора, тема называется «Трансграничное оказание услуг в области информационных технологий». Она существует? Она существует в рамках ВТО. Мы, к сожалению, подписали соответствующие соглашения. И этот аспект, он не то, что не урегулирован, он абсолютно антироссийский. К сожалению, расшифруйте, что такое к сожалению. А я еще раз говорю, что вот возьмусь как эксперт сказать, что настоящий статус наших ВТОшных соглашений, он абсолютно антироссийский. В части трансграничного оказания информационных услуг. Пути решения понятны, они не связаны с дискриминацией как отечественных, так и иностранных игроков. Но неизбежно вынуждают нас вводить общее регулирование этой тематики. Сейчас его нет, к сожалению. А в бардаке более выигрышным становятся экономически более эффективные западные игроки. Ну, именно потому, что они уже присутствуют давно. Потому что 5 лет гэп, 5 лет у них форы. И извините, пока наши, как там, Ванька чухается, а мистер Джон уже везет сундучок домой. Так что это тема отдельной большой передачи или отдельной вообще дискуссии. Можно как-нибудь поговорить. Мы с удовольствием об этом поговорим. Ну, и последние 2 минуты, давайте мы тогда некие пожелания, может быть, нашим слушателям, именно по поводу того, насколько надо, не надо бояться этого, как к этому прийти. И еще один момент, Виталий, извините. Вот с точки зрения, опять-таки, рядового потребителя, даже не бизнесмена, мы говорим о том, что вот есть... Смотрите, обыватель. Вот я как обыватель. Мне нужно сохранить какое-то количество информации. Я пришел в магазин и купил флешку. И скачал все туда. А потом мне говорят, что это... Ну, мы же с вами, да? А потом флешка размагните. Не важно, не важно. Мне говорят, все, это уже... Да-да, это уже ваша проблема. Это да. Прошлый век, есть облако. Да. Где мне купить облако? Ну, безусловно, как мы говорили, зайдите на сайт иновентика.ру и все купите. Но это некая реклама, так нельзя. Я все знаю, не буду больше, да. Но на самом деле зайдите в Яндекс, наберите облачные услуги и... То есть я обращаюсь просто в компанию, когда предоставляю такие услуги? Абсолютно, абсолютно. И не надо далеко ходить. Все в России можно получить, заплатить рублями, получить счет-фактуру, списать это на затраты и должным образом отчитаться на всех уровнях. Это здорово. Ну и вот те самые, да, по моей просьбе, рекомендации нашим слушателям, да, расскажите. Вы знаете, я хочу сказать так, что на сегодняшний день уровень развития технологий и готовности отечественного рынка таков, что любой... Вот я даже так скажу, извините. Любой новый бизнес, он сразу должен делать себя в облаке. Особенно малый бизнес. Экономия процентов 60-70 будет. Средний бизнес надо начинать туда помаленечки, знаете, как аллергены. Капельками капать, чтобы потом не было сыпи по всему телу, да. Переведите какие-то сервисы в облако, остальные критические сервисы оставьте у себя. То есть в плане того, что попробуйте, попробуйте. Уже сейчас у любого среднего бизнеса можно выделить, что очень важно, стандартный набор функций, который уже стандартным образом в стандартные услуги перекладывается. Это уже не какие-то новые... Изобретать ничего. Изобретать ничего не надо, все изобретено. А большой бизнес должен подумать. Ну, зарплаты большие у айтишников, понимаете? Да, да, да. Ну, во-первых, да, у него есть как минимум две темы. Людей беречь на... Для раздумий, да. Это по поводу оплаты айти-услуг и, соответственно, по поводу присутствия в облаках. Ну что ж, замечательно. Спасибо огромное, дорогие друзья. Спасибо. Я буду закругляться. Еще раз представлю с удовольствием сегодняшнего гостя. Это Виталий Слизинь, член Совета директоров компании «Иновентика». Спасибо огромное. Мы разговаривали сегодня о бизнесе, облаках. Еще раз повторю, несмотря на достаточно нематериальные названия, все достаточно просто и понятно. Надо просто на это смотреть. Спасибо вам за внимание, уважаемые слушатели. Успехов в бизнесе. До свидания.